Добудет свет Строим, недостроим. В регионе продолжают выявлять недобросовестных подрядчиков. Каким образом от их рук страдают простые люди, расскажем чуть позже. Здравствуй, лето! Крымские каникулы продолжаются. Ближе к морю на отдых отправилась очередная группа детей из Ненецкого округа. Опять не там копали. Техника Наринмару-Крагаза в очередной раз повредила водопровод, оставив на несколько часов без удобств поликлинику, скорую помощь и 10 жилых домов. Инцидент произошел вчера во время земляных работ в районе городской автозаправки. К слову, с начала года это уже восьмой случай, когда газовики повреждают инженерные сети. Мэрия города сообщила, что без воды остались городская поликлиника, скорая помощь, первая баня, а также 10 жилых домов. 9 из них расположены на улице Первомайской, 1 на Ненецкой. Сигнал о том, что водопровод поврежден, поступил в 15.30. Спустя пару с небольшим часов инженерные сети были восстановлены. Работы по устранению аварии выполнял ОКРГАЗ своими собственными силами под руководством работников по КТС. А с чем это связано? Это не профессионализм или это просто незнание? Это невнимательность. Это все-таки город. И в городе, на территории города очень много сетей, трубопроводов. Поэтому нужно такие работы проводить очень осторожно. Напомню, в начале июля специалисты Наринмар-ОКРГАЗа во время своих работ повредили участок водопровода на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Тогда без воды остался почти весь город. После этого губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин направил обращение в прокуратуру и Ростехнадзор с просьбой провести проверки деятельности Наринмар-ОКРГАЗа. Если люди в городе остались всего лишь без воды, то в Тельвиске местные жители не могут получить новую крышу над головой. Строительство двух многоквартирных домов, которые очень ждут телевизчане, пока остается графика. Накануне это признал глава сельсовета Владимир Кожевин. Он сказал, что в очередной раз попались недобросовестные подрядчики. Эта проблема существует, пожалуй, почти в каждом населенном пункте региона. Первый 24-квартирный дом возводит бригада предприятия Наринмар-Строй. Сейчас здесь идет монтаж наружных стен, их покрывают утеплителем, а также заливают полы. И хотя строительство уже идет с задержками, в новый утвержденный график, говорит глава Тельвисочного сельсовета, вроде как укладываются. Сдать новый дом рабочие пообещали в конце этого года. А вот второй дом, правда уже 12-квартирный, возводит Наринмар-ОКРГАЗ. Проблемы с ним. Бригада достаточно некачественная попала. Там много замечаний. Стройка остановлена. Идет некомплектация по оборудованию, ну как по материалам. УКРГАЗ в прошлом году начал осенью строить дом. Уже от графика отстает? Отстает от графика, да. Обещали куда-то строить? Для села новые квадратные метры принципиально важны. Три года назад в Тельвиске сгорел дом, его жильцы до сих пор не получили квартиры. Все чаще в населенном пункте стали говорить о приостановке строительства дороги Наринмар-Тельвиска. Напомню, она должна быть открыться в декабре этого года. Накануне были определены новые сроки. Окончание возведения ожидается примерно через полтора года, то есть в начале 2016 года. Отдохнули, загорели, а теперь пора домой. Из Крыма вернулась первая группа детей, это 105 школьников. И вслед же обратным рейсом в Симферополь вылетела очередная партия юных северян, почти 100 человек. Еще одна группа отправится отдыхать уже в августе. А всего за летние каникулы в Крыму на море побывают 300 детей из Ненецкого округа. На их отдых из регионального бюджета выделено более 12 миллионов рублей, чуть более 7,5 миллионов из федерального бюджета. Для удобства от детей организованы прямые чартовные рейсы на Наринмар-Симферополь. Отдыхают ребята в оздоровительном центре «Дружба», это Евпатория. В лагере есть все необходимые условия для комфортного проживания школьников. Кормят детей 5 раз в день, в рационе много фруктов и овощей. А море находится всего в нескольких метрах от оздоровительного центра. Детский отдых проходит под контролем губернатора Ненецкого округа Игоря Кошина. Кстати, недавно на его имя поступило обращение от властей Крыма. Они предложили поддержать их здравницы, это учреждение для лечения и отдыха. На обращение откликнулась 4-я городская школа. Сейчас ребята отдыхают в молодежном центре «Звездный берег», что в поселке Орловка. Поездка подростков организована за счет внебюджетных средств. В Крыму они проведут 21 день. Домой приедут 8 августа. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, будет интересно. Поселок искателей изменится. Он станет краше, а самое главное – удобнее. О грандиозных планах местных коммунальщиков смотрите чуть позже. Поездка с комфортом в столице региона для людей с ограниченными возможностями продолжает работать социальный транспорт. Как и кто вправе им воспользоваться, расскажет Ирина Цепетова. Вкусные и сытные обеды всего за 200 рублей. Торт и пицца, пироги, свежий шашлык, полуфабрикаты, блюда на вынос, детский уголок, бесплатный Wi-Fi. Ежедневно с 9 до 19 часов работает закусочная. Прием заявок на проведение любых торжеств и мероприятий. Только сейчас. Скидка на аренду помещения 40%. Торопитесь, срок действия акции ограничен. Столовый комплекс обедов. Улица 60 лет Октября, 57. Телефон 4-2303. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем наш выпуск. Тепличный комбинат «Солнышко» продолжает озеленять Наринмар. Так, например, в новом поселке студенты, которые трудоустроились на летний период, активно занимаются облагораживанием территории, где установлен мемориал в честь тружеников Печорского лесозавода. Церинарий, календула, виола. Именно эти красочные цветы будут радовать жителей поселка. Несмотря на пасмурную погоду и холодный ветер, студенты ежедневно там высаживают цветы. Кстати, многие девушки, хоть и впервые осваивают подобное дело, получаются у них не хуже, чем у профессиональных цветоводов. Студентки уверяют, озеленение родного Наринмара – дело благородное и в то же время очень интересное, за которое еще и платят. Девушки планируют потратить заработанные деньги на предстоящий отпуск. Полным ходом идет благоустройство и поселка Искатели. Там в скором времени должны возвести новые игровые площадки. Но, пожалуй, главным событием станет появление на улицах мусорных контейнеров. Их местные жители ждали не один десяток лет. Каким поселок станет, узнаете из следующего материала. Чтобы выкинуть свой мусор, жителям поселка Искатели ежедневно на улице приходится ждать спецтранспорт. В определенное и не всегда удобное время он останавливается всего на несколько секунд. Кто не успел, тот ждет следующего рейса. Теперь в ближайшее время избавиться от отходов можно будет в любое удобное время. На территории поселка установят 30 контейнерных площадок. На каждый поставят по 4 мусорных ящика. Это позволит полностью отказаться от спецмашины. График вывоза мусора мы, когда установим все контейнеры, потом уже, скажем так, определим это в рабочем порядке. Ну, скорее всего, машина будет ездить раз в день, в зависимости от наполняемости. Вот, то есть убираться. Не возникнет больше проблемы с септиками и выгребными ямами. На стадии разработки план по созданию и развитию канализационной сети. В районе полигона ТБО уже строятся очистные сооружения. Сейчас на торги выставлена разработка проектной сметной документации. После чего останется определиться с цифрами, найти деньги и начать строительство. Ну, естественно, после благоустройства, после всех мероприятий, поселок должен стать краше. К сожалению, мы, наверное, в этом году не успеем то, что задумали, запланировали. Но те деньги, которые выделены нам на благоустройство, в этом году мы освоим. В благоустройство входят планы по озеленению улиц, завоз плодородной почвы, посадка растений, установка декоративных ограждений и тротуаров. Также по улице Ордалина и по улице Монтажников мы разрабатываем проект благоустройства. То есть с дендропланом, со схемой дорожек, развязок, скамеечек. Полностью хотим, чтобы там была полноценная зона отдыха для жителей поселка. А на улице Поморской уже вовсю кипит работа. Пока одни копают, другие возят телеги с цементом и песком. Выкладываем бордюрный камень, плитку вылаживаем. Ну, как бы городок преобразится, будет красиво. Впрочем, не все остались рады благоустройству территории. Например, местная жительница осталась недовольна тем, что рабочие подключились к электросети прямо в ее подъезде. Пришли, тихаря подключились. Подключайтесь тогда к тому подъезду, что вы. Если вы договорились, зачем вы тогда сюда лезете? По программе благоустройства снесут старые детские площадки, а на их местах возведут новые. Одну из таких площадок уже собирают в поселке Факел. А в районе улицы Тиманской планируют открыть большой детский городок и прогулочно-парковую зону. В перспективе еще и кафе. В процессе заключения контракт на постройку пешеходных тротуаров. От улиц Монтажников до Рассихина. Рады, что государство так обратило внимание на все это. Пока плоды этого мы не видим. И относимся к этому так, тоже с надеждой, что будет лучше. А там посмотрим. Вок контейнеров для мусора маловато. Где-то было, особенно в хозяйство дома. Мусор полно. Пока машина уже ходит, куда времени можно было. Все, горы собираются. Собаки прибежали, раскидали все. Это все собирается, но здесь сколько уже говорили, что не получится здесь сделать канализацию? Нет. Только зря деньги уйдут. Ну, поселок Искатели очень даже хорошо сделана. Особенно площадка в городе, например, таких площадок нет на самом деле. Чтобы вот именно много было для детей. А так, довольны, говорится. Мы всегда приезжаем с города. В целом, грандиозных планов у администрации поселка много. Все они реализуются постепенно и комплексно. Поэтому уже в ближайшее время Искателей можно не узнать. Шутят коммунальщики. Илья Сахаров, Роман Ручков, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Конверт с крылья. Там одна заявка. В честной борьбе Наринмарское ТП уже не первый год выигрывает в конкурсе на перевозку людей с ограниченными возможностями. Ведь автомобиль специально оборудованный для таких нужд всего один на два муниципальных образования. О буднях социального авто расскажет Ирина Цепетова. Хотя опознавательные знаки, желтая полоса и человек в инвалидной коляске говорят сами за себя, с виду социальный автомобиль может показаться обычным микроавтобусом. То, что отличает его от другого транспорта – подъемник. Незаменимый механизм при перевозке колясочников и людей, которым, к примеру, сложно подняться по ступенькам внутрь автомобиля. Спецавто для людей с ограниченными возможностями, как форма социальной поддержки – не новинка для населения. Автомобиль курсирует по городу и поселку Искатели уже более пяти лет. Из них два года управляет им Владимир Малыгин. Транспорт пользуется большой популярностью и пункты назначения различные. Кого в больницу, кого в аптеку. А если в бассейн или, к примеру, на природу, приходится совершать несколько рейсов, перевозить людей небольшими группами по пять человек. А количество заявок с осени возрастет в разы, рассказывает водитель социального транспорта. Если будет возможность хотя бы с экспедиции, с полярный район, как говорится, они бы машину тоже взяли. Потому что там у меня есть факелы, есть люди, свискатели. Многие, конечно, время это занимает, разъезды вот так собрать, вывезти, привезти, очень много. Ну, может, и две машины бы не помешало. Несмотря на большую загруженность социального автомобиля, ни одна заявка не остается без реакции. Кстати, они принимаются в ЭТП не позднее, чем за день и не ранее, чем за пять дней до предстоящей поездки. К слову, сегодня одна из них была успешно выполнена. Группу людей старшего поколения по заявке Всероссийского общества инвалидов социальный автомобиль доставил в бассейн спортивного клуба «Норд». Например, пользуются еще, кроме бассейна, многие, как говорится, болят, по заявкам возят и в аптеку, в больницу, в газбанк, в соцзащиту. Ну, по всем таким вот вопросам всегда приезжают вовремя. Получить такого помощника может любой пожилой человек и инвалид на Ринмаре поселка Искателей. Ведь современная социальная услуга, такая простая, а главное, нужная людям, совершенно бесплатна. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Сейчас мы вновь прервемся на небольшую рекламу. Смотрите далее. Попасть попали, а вот украсть не удалось. Неизвестные проникли в здание одного из предприятий города. О ночных гостях смотрите далее. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем. Тем временем в регионе продолжается прием заявок на конкурс «Молодой предприниматель России-2014». Участником может стать любой бизнесмен в возрасте от 14 до 30 лет. Традиционно конкурс проводится в два этапа – региональный и всероссийский. Это дает возможность выявить, поощрить успешных молодых предпринимателей, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Главная цель проекта – формирование позитивного образа молодежного предпринимательства и поощрения талантливых молодых бизнесменов. Конкурс проводится в номинациях «Успешный старт», «Социально-ответственный бизнес», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Женское предпринимательство», «Производство», «Семейный бизнес» и «Франчайзинг». В рамках этого конкурса молодые предприниматели могут подать заявку, написать несложную заявку, рассказать о своем бизнесе и тем самым получить возможность выиграть, стать лучшим предпринимателем в округе в одной из восьми номинаций и выиграть денежную премию. Заявки у нас принимаются до 26 августа, и 28 сентября будет подведение итогов, на которые уже будут определены и озвучены победители. Заявку на участие в конкурсе можно подать в Центр поддержки молодежных инициатив по адресу улица Тыковылка, дом 2. Для них решетка не помеха. Неизвестные проникли в здание, которое расположено в центре города. Забрались в помещение незваные гости через окно. Причем сделали это очень аккуратно. Стекла и решетка остались целыми. Сломанные цветы, беспорядок в кабинете, открытая решетка. Такой подарок работникам компании оставили ночные гости. Впрочем, больше всего удивило то, что неизвестные из помещения ничего не украли. Компьютер, принтер, монитор и другие ценные вещи остались на своих местах. Сотрудники полиции установили, что проникновение совершено путем отрыва оконной решетки и открытия форточки. Из помещения ничего не пропало. Сотрудники полиции изъяли с места следы рук. Дальше этого кабинета продолжить свое путешествие ночным гостям помешала закрытая дверь. Сотрудники полиции убдительно просят всех жителей региона не оставлять открытые двери в своих домах, квартирах или на работе. Продолжение следует... Продолжение следует...